Нижегородская Единая Россия Напомним, в октябре минувшего года был принят законопроект об увеличении числа депутатов Город Думы Нижнего Новгорода с 42 до 47. При этом в новую Думу 35 депутатов будут избираться по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Праймерис Единой России в этом году прошли 21 июня в виде прямого всенародного голосования. В большинстве своем именно те участники праймерис, которые набрали максимальное количество голосов и будут выдвинуты партией на предстоящие выборы в качестве кандидата. Региональные отделения КПРФ ЛДПР и Справедливой России собираются определиться со своими кандидатами к началу июля. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области одобрили предложение регионального кабинета министров по сокращению затрат областного бюджета этого года на 4 миллиарда рублей. Прогнозы пока неутешительные в планах правительства и дальнейшее урезание статей расходов. Сокращать расходы все равно будем, оптимизировать затраты все равно будем на фоне сокращающихся источников поступлений. Поэтому это нормальная работа, это первый шаг. Еще одним своим решением парламентарии ввели изменения в кодекс об административных правонарушениях. В нем появилась новая статья за жестокое обращение с животными. Штраф за это составит от 3 до 5 тысяч рублей. Животные относятся к категории, которые не могут за себя заступиться и попадая во власть людей, целиком от них зависят. И я сам обладатель нескольких собак, еще не буду говорить каких животных. И я готов за них заступаться и на законодательном уровне. Всего же в повестке заседания значился 31 вопрос. Ремонтная кампания на сетях теплоснабжения в Нижнем Новгороде набирает обороты. Лето является самой горячей порой для коммунальных служб, как в прямом, так и переносном смысле этого слова. В планах ремонт 55 километров тепловых сетей. На улице Буревестника в московском районе Нижнего Новгорода ведутся работы по ремонту магистральной теплотрассы. Начаты они сравнительно недавно, но закончить обещают быстро. Трубы были уложены 25 лет назад и за это время успели прийти в полную негодность. Это видно даже невооруженным взглядом. На этом участке применяют новые технологии. Трубы из пенополиуретана должны прослужить гораздо больше. Их преимущество в чем? Во-первых, это заводское производство. Это изоляция не где-то там в канаве уже, в определенных сложных условиях, а это заводская продукция, соответственно, с проверкой качества. Поэтому мы говорим о том, что в основной части трубы, она все-таки действительно по качеству изготовления превосходит то, что мы делаем вручную. В план ремонта на лето этого года вошли более чем 55 километров сетей всех типов. Замена трубопроводов запланирована на 47 участках тепловых сетей. Кроме того, будут проведены работы по реконструкции оборудования для химводоподготовки на ряде объектов, что улучшит качество теплоносителя и повысит срок службы тепловых сетей. У нас создан, подписан план проведения работы. Он состыкован с планами работы домоправляющей компании, он с планами всей ремонтной компании, даже, например, тех же дорог, для того, чтобы провести работы организованно, не повторять на некоторых участках, не дублировать проведение работ. Затраты городского бюджета на ремонтную компанию составят без малого полтора миллиарда рублей. Деньги большие, но и медлить уже нельзя. Трубы изношены очень сильно. Все ремонты должны быть завершены до 15 сентября, после чего начнется процедура оформления паспортов готовности объектов к работе в зимний период. Алексей Бауэр, Ярослав Гунин, Роман Серебренников, Горький ТВ. На завтра Центральный банк установил следующие курсы валют. Доллар 54 рубля 60 копеек, евро 61.20. Цена нефти сегодня 63.48. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!